Трансформерс Рассказывать об откровенно плохих играх всегда сложно. Их постоянно хочется оправдать, найти какой-то, хоть и небольшой, но все-таки плюс. Ведь кто-то и вправду приложил к их созданию определенные усилия, или даже немного таланта. Так вот, в Трансформерс Rise of the Dark Spark ничего этого нет. Нет усилий, нет таланта, нет плюсов. Так уж сложилось, что сопутствующие фильмам игры практически априори записываются в категорию B. Есть, конечно, несколько удачных исключений, вроде X-Men Origins Overrime, но в целом ситуация не меняется. Новые Трансформеры не стали исключением. Сюжет Rise of the Dark Spark построят вокруг простейшей концепции борьбы хороших парней автоботов с плохими парнями-десептиконами за Темную Искру. Сама Темная Искра это такой альтернативный вариант автоботовской матрицы лидерства. Артефакта, который дает их лидеру, Оптимусу Прайму, доступ ко всем знаниям трансформеров. На фоне сражения двух больших фракций, периодически будут появляться наемники локдауна, мятежного трансформера, который в определенный момент даже захватит Темную Искру. Впрочем, особой роли в общем противостоянии они не играют. На протяжении 14 частей кампании игрока будут постоянно перебрасывать между десептиконами и автоботами. Где-то в середине вообще перестаешь воспринимать, за кого ты играешь. Цели и характеры трансформеров не прописаны. У них отсутствует любая индивидуальность. Разработчики, очевидно, ставили все это тем, кто и так давно знает, кто такой Старскрим или Бамблбри. Для остальных это будут лишь какие-то роботы, охотящиеся за вот той фиолетовой штукой. У Rise of the Dark Spark попросту нет никакой повествовательной линии, вас постоянно бросают в однообразные драки, перемежающиеся с кудными вкраплениями реплик других трансформеров. Иногда показывают ролики, в которых тоже нет ничего, кроме пустой болтовни. Складывается впечатление, что владелец франшизы трансформеров попросту запретил рассказывать в игре любую новую информацию или добавлять что-то к старой. В игре есть два места действия, земля и кибертрон. Оба выглядят как обычная груда случайно расставленных каменных блоков, лишь с тем отличием, что на земле иногда встречаются автомобили, вагоны метро и несколько интерактивных объектов. Новые трансформеры выглядят как результат экспериментов с какой-нибудь машиной времени. Такую картинку можно встретить в 2008, и даже тогда она бы уже выглядела устаревшей. Практически все, что вы будете делать в игре, это в кого-то стрелять. Можно, конечно, сражаться в рукопашную, но здоровья у персонажей довольно мало. Да и патроны валяются буквально повсюду. Отпадает всякая нужда переходить на кулаки. Зато огнестрельного оружия много, с разными характеристиками и поведением на поле боя. Плазменные винтовки традиционно хороши на дальних расстояниях, а электронная пуска хоть и наносит большой урон, но для выстрела нужно подойти близко к цели. А перед этим противника можно облить этаким кислотным фонтаном для усиления последующего урона. Все это было бы круто, но, к сожалению, достойных целей для всего этого нет. За исключением уникального Титана, и Десептиконы, и наемники практически не отличаются друг от друга, и имеют одинаково глупый искусственный интеллект. С боссами другая проблема. Они хоть и постоянно подставляются под ваши удары, но при этом наносят неадекватно большой урон. Учитывая, что это далеко не Дарк Соулс, на пятой попытке не умереть от второго удара босса, игру хочется просто выключить. Впрочем, неудержимое желание ее выключить начинает преследовать уже буквально через полчаса после начала. И даже если вы перешли этот временной рубеж, это не означает, что дальше вы получите от игры хоть какое-то удовольствие. Фанаты трансформеров будут разочарованы ее зияющей пустотой, а остальные совершенно посредственным исполнением. Как мы уже сказали, говорить о Rise of the Dark Spark так же сложно, как и в нее играть. Если вам понравился новый фильм, лучше купите чашку или футболку, они, по крайней мере, дешевле. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru